36 градусов Идем на стрельбуще Тоже на месте Потом третью Потом дальнюю Потом встали, сделали сброс и зародились Дослали и отработали Та-дам! Показывает количество патронов Когда забьется полный будет видно что он обманывает И вот пробовать дослать Сейчас же безопасно Иногда туго заходит Все так легко рукой? Нет, сейчас нормально Вечером дома клацал, он туго заходил Вот так, еще один вопрос Скажите, разрешение есть и у вас и у вас? Она мушковертом или нужна? Нет, можно пальцем Можно руками Пин, он отжимается и прокручивается, взял отвертку Так Здесь диоптр Он перекидной или просто складной? Складной Такой легенький Одной рукой можно держать Так, надо еще чуть вверх поднять и вправо получается Да Хотя сейчас В одной плоскость Или вон Отстреливать Нормально так Нормально Так Так Эта Эта вот они пришли скорее всего надо еще немного но вот эти вот появились туда все все два клика и на это можно заканчивать ну да так вроде видно что то вообще же пипец у меня зеленая это самая кружочка даже не вижу так когда без очков длинный ну что кельтег саб 2000 пластмассовое оружие без предохранителя на этом снят да получили смотрим Да, а сколько я? Пять? О, по-моему, оно. Да, оно. А ну-ка, надали их. Еще нюанс. Маленькая щель. Завтыкал без перчаток. Защемило, да? Да, и все. Так вот здесь или вот здесь? Вот здесь, когда взводишь. Ну, не успел отпустить руку и все. Фокус. Но это можно только на стрельбище, так нельзя делать. Крыли поставили. И теперь, чтобы быстро выстрелить, нам раз. И все. И все. Здесь натренироваться можно за полторы секунды. Это для этого как бы и сделано. Поэтому и короткие магазины в рукоятке, чтобы не торчали. Да. И он, когда служен, вот эта вся его как бы высота. Ну, да. Ну, так носить нельзя. Так. Ствол к себе. Ну да, стрёмно, однако, да? Вот эта защелка, да? Да, и на себя. А, еще и на себя? Да, она сфиксирует. Подожди, в магазине это защелка. Ну, как заранее для этого фокуса надо. Вот. Вот. Да. Все. Теперь все готово. Срываем. Срываем. Подотворной задержки нет? Нету. Вот так складывается, да? Ага. Складывается цель, и тут защелкивается. Пластиковый пистолет. Ах, оно и здесь пальцы нормально так зажимает. Букой. Букой. Не, не, не. Мне кажется, вышибит. Идет. Да, ниже. Вот. Только пристрелялся. Ну как, не укажет. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. пристрелен. Собственно, все идеально. Сейчас небольшой тест, насколько улетает опер железный от 9 калибра и от мелкашки. Мы там посмотрели, довольно интересно. Почти на метр поотлетали железки. Сделать на 21, если я пропаду сейчас. А теперь стреляем мелкашкой. Ну вот смотрим. Поппер упал от мелкашки и от 9 калибра. Тут где-то сантиметров 60 и там еще дальше. Если смотреть, то отлетает нормально. Так, еще раз тестик. Вот такой тугой затвор. Главное не забывать про пальцы. Смотрим. Смотрим. Тугая. Попау. Только она стоит. По-моему вниз попера. Саму подставку. Пикси. Добивай из мелкошки. Ну да, я из мелкошки попал. Один остался. Вообще лёгкий какой этот спуск. Они готовы и быстро кончаются. Ну что народ, привет. Хочу представить. Подписчик или зритель? Подписчик. Григорий предложил сделать обзор по своему вновь купленному Кольтек САБ-2000. Пластиковый пистолет, можно так сказать. Как вы видели, мы немножко постреляли. Просто оскомину сбить. Получается, новый владелец сегодня только первый раз сам стрелял. То есть, пытался пристрелять прицельное на этом девайсе. Ну, своеобразный, я так понимаю, девайс такой. Я, честно говоря, первый раз только вижу, что есть диод, а нужно выставлять на самой мушке и вертикали, и горизонтально. Ну, Кольтек вообще своеобразная система, как вы понимаете. Давайте, наверное, сейчас мы откроем. Это, я так понимаю, ты магазин уже купил. Значит, магазины есть, это на сколько? На 20, да? 27? Да. И магна 27, и промагна... Типа на 31, но... Ну, по факту лучше 30 забивать. Показывает количество патронов. Когда забьется полный, будет видно, что он обманывает. То есть, нормально не вылазит? Нет, вылазит, но очень туго, и... Мне кажется, муфтурку. А затыки были или нет? Нет, еще не было. Нет, пока еще ни одного не было. Будет? Пошли. Чтобы быстро выстрелить. Нам раз. Чуть-чуть поджало. Поджало, да. Ого, нормально поджало. По-моему, магазин поджало. У меня, если помните, мы когда-то пробовали DB9 стрелять. Ссылочка вот здесь выплазит, наверное. И там на промагах перекашивался подаватель. Были проблемы с подачей патронов на... Ну, на арке тоже в 1921. Но это другой разговор. Давайте сейчас посмотрим кельтек. Вот в такой коробке он идет, собственно... Вообще, как пицца. Коробка от пиццы, да? Можно... Кстати, есть некоторые пиццерии. У нас, в частности, в Борисполе, они делали... Короче, коробка с обратной стороны, мишенька на обратной стороне. То есть, пиццу похавали с ребятами на природе и постреляли. Ну, вот такая коробочка. Я надеюсь, будет видно. Кстати, ребята, сразу прошу прощения. Я старенький уже забыл микрофон просто взять, петлички. Поэтому будем стараться громче говорить. Если будет ветер, уж извиняйте. Потому что камеры, которые окружающие пишут. Вот такая, собственно, коробка непритязательная, картонная. Здесь магазин на сколько? 50. Базовый. А кто производил? А, это Pimac тоже, что ли? Да. Pimac в комплекте, кстати. Только пятка расширителя сделана по длине, чтобы подходила под ручку. Потому что стандартная десятка, она чуть короче. Ага, видно, вот это удлинитель идет, да? Пластиковый. Вот здесь видно по этим самым. Ну, сейчас мы магазин вставим и посмотрим. Так, вот здесь у нас складывается. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще внутри. Так, наклеечка Кельтек. Можно на машину приклеить владельцев. Мануальчик цветной. Взрыв. Полный разговор. Взрыв схемы. Полная вообще давитика, да? Ну, взрыв схема. Да. Стандартная есть. Так, вот еще наклеечки прикольные. Ну, кому-то прикольные, кому-то так. Ага, это у нас что? Это для настройки чего ввел нотворкный Глок Гри. Под разные магазины, скорее всего. Он же в разных калибрах идет. Смотрите, да. Кто шарит, что это такое, напишите в комментариях. Чтобы я время не занимал, как бы. Это мы пока отложим. Давайте посмотрим сам девайс. Сам девайс поблизи. Блин, тут клавочка далеко. Честно говоря. Так, у нас здесь еще... Это кто у нас? Это Рюгер. Рюгер в фабовском обвесе. Да. В фабовском ложе. Из него мы тоже постреляли. Он лежит здесь чисто так, для композиции. Если кому-то будет интересно, пишите комментарии. Просите Григория. Если что, мы еще поедем и постреляем. Ну, давайте смотреть на сам девайс. Собственно, вот такой. По длине, честно говоря, к нам в Украину заезжает только вот такой длины. Меньше нету. Потому что есть, по сути дела, на два дюйма короче, у которого мушка вот здесь получается. Складывается. Он еще более контактный. Да. Я его мерил рулеткой. Он 81 см. То есть... В разложенном составе. С максимально сложенным прикладом. Вот здесь, да. Максимально сложен приклад. Видно, вот здесь пин есть. Здесь три положения. Приклад на трубе движется. То есть, можно пин убрать. Он же является и штифтом, который держит, собственно, пружину с бафером и болтом, затвором. По полтора сантиметра здесь можно увеличить. В принципе, оно и так хватает. И, если честно, вот лично для меня как-то... Ну, я такой щекатый, как вы видите, да. И вложиться в трубу, чтобы попасть глазом в диоптер, нормально прицелиться, довольно сложно. Вот. Но я немножко даже попадал там уже куда-то. Так. Вот таким образом он раскладывается. И сразу у него поднимается цель. Ага, он еще так своеобразно поднимается. Именно в разложенном состоянии. Вот когда складывается, он вот так. Такое двухэтапное складывание. А когда раскладывается, тоже двухэтапное раскладывание. И поднимается диоптер. И он никуда, ни в стороны не движется. Ни верх, ни вниз. Как я уже сказал, здесь только... Вот можно на мушку, наверное, если посмотрите, вот где пенечек, получается, мушки самой, он смещен сильно вправо. То есть, это пришлось... Мушка идет здесь. Внутри, да. Мушка идет, как у Эмки примерно, регулируется. А по горизонтали регулируется вот здесь сзади болт. И можно регулировать. Но вроде как Григорий говорит, вот здесь есть еще контргайка. Ее можно открутить. И сама мушка, она накручена на резьбу, получается. Ее тоже еще можно попробовать подвинуть. Но мне кажется, она в крайнем положении. То есть, ее просто поджали, и уже ты ее никуда сильно здесь или подкладывать что-то придется, если ты захочешь немножко ее чуть-чуть вперед продвинуть, чтобы контргайка зажилась. И, как видите, есть здесь защита резьбы. Гайка такая накручена специально. То есть, можно глушитель поставить... Какой здесь? 1,2х28? 1,2х28. У нас есть резьба. Но дырочка и конкретный вход ствола 9 мм. Кстати, производители глушителей. Мы сегодня стреляли без глушителя. И, в принципе, это так. Пока пристрелочное такое видео. Просто посмотреть, что такое себя представляет, вполне Григорий тоже согласен предоставить свой девайс, патроны и так далее. Выйдем на стрельбище. Глушитель примеряем постреляет. Ну, в принципе, я так послушал. Наушники можно было даже не одевать. Он не особо громкий. А патроны какие использовал? патроны я так понимаю не сапсоне очень дорого без глушителя нет смысла жечь сапсоник патроны ну в общем вы услышали на пока пока использовали мак патроны макпечь какие-то то есть обычные скорость написано но они явно где-то 315 3 по 350 метров секунду скорее всего вот и то есть если будет глушитель если будет желание у зрителя вы тоже пишите комментарии надеюсь производители глушители у нас в украине отзовутся и мы сможем испытать глушитель на там девайс это же получается мушку можно скрутить и до полу интегрированный здесь еще нюанс здесь две резьбы резьба которая для мушки она шире ну понятно если этот же карабин только в сороковом калибре резьба одинаковыми что у мушки что и что у заглушки но вот где-то там короче пишите мы мы всегда рады будем попробовать ваши ваши девайсы для этого даже раскошелимся на патроны сапсоник чтобы попробовать так ну что здесь можно показать да самая главная система ребята это по сути дела одну пистолет потому что если брать у нас здесь все пусто все проверено после стрельбы магазин пустой по сути дела это пистолет удлиненный но заряжание как видите у нее специфичное то есть типа аля как у был папа то есть у него пружина затвор аля как у арки в трубе приклада но рукоятка взвода тоже снизу низ не сверху не сбоку но сверху не получится потому что без забыл сразу останется потому что она во время стрельбы ближе правильно тут ничего никакого разделенного вот этого разведения то есть чтобы нам еще разбираем да очень просто мы еще разберем оказывается в общем вот такой давать своеобразный и говорят за ним довольно приличную очередь идет из людей разбил орает он еще не заехал не то что магазина еще когда только узнает какая партия и заедет в украину на них уже выстраиваться могли в армагах очередь чтобы купить вот человеку повезло он купил я ждал полгода даже то ничего себе так ну давайте посмотрим ближе кельтек с чего сенсии инкорпорейтед к кафе и здесь они пишут блок 17 и 22 магазина хава и мы смотрим что они вот такие могут быть разные сброс здесь стандартный кнопочный на рукоятке кнопка не перебрасывается на другую сторону магазин подлиннее то есть кто для спорта хочет в принципе ну тут рукоятка наверно поприкольнее был да вот так чисто целится сколько такой своеобразный давать складывается довольно интересно то есть нажимается скоба вниз вот таким вот образом ну а так перевозить уже не совсем удобно с коротким магазином чуть получше вот опять же можно возить тугая пружинка можно возить вот так соответственно патроник у вас пустой магазин может быть с патронами и например да что вам сразу нужно разложить и можете работать на видео вы видели или еще увидеть примерно так ну что давай разберем наверно посмотрим чтобы не затягивать а в принципе вопросы когда возникнуть у людей мы тогда уже что досмотреть дальше ничего не надо никаких выколоток мы нажимаем защелку заднюю и выдавливаем пимон 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 весьма туго идет нужно рано такая хорошая да да сейчас все увидим так заглушка как видим все ухты какое эхо пошел все пластик ребята ну это ужас какой пришел я бы назвал это палкой стрелял потому что металлические детали остальные всего да всего две пружина она без направлялки направлял калашовская направлялась все-таки затвор здесь из двух половинок такие вот это же они не сделали самая тяжелая наверное вещь в этом пистолете это я называю пистолет пистолет по сути правильно то есть затвор сцепляется таким образом это по сути дела грузик в которой вставляется тут рукоятка вот она фиксируется пружина поджимается потом чтобы она не выпала ну да здесь вот есть в принципе если приложить какое-то усилие можно выдернуть вот такой как здесь у нас получается прорезь внутри я так понимаю здесь круговая система внутри да подпружиненный ударник видно потому что не падает до подпружиненный все-таки выбрасыватель сбоку подаватель все зеркало затвора ничего такого это просто кусок лома с дыркой внутри с двумя дырками одна для пружины другая для рукоятки все по сути дела что здесь дальше еще другие название модели серийный серийный мы не будем показывать название модели мусором на кайпек коко фэм саб 2000 не в прошлых генерациях была проблема с этой гайкой на разбалтывал они решили вопрос кардинально теперь нет гайки красочки да тут короче не гайка какой-то на сантехнический фитинг какой-то пластиковый причем а труба снимается не ну да не разобрать полностью да как вы видите все на на болтах под шестигранник и просто скручена из двух половинок естественно когда все раскручивается все разбирается вот эта часть ствол здесь тоже он просто получается в пластиковое ложе вложен да там ничего нигде ну термо какой-то упрочненный пластик по сути дела потому что все же это дело но он не вывешенный получать не вывешены потому что вот все зажато практически по всей длине ствола то есть целью обжата вокруг ствола поэтому особо там такого вход в патроник никакой не горки ничего нет если это не азарка есть на рамках парка внутри кстати да все я увидел царем да я просто говорю что здесь такой фаска сделано на 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 патронике горка внутри она идет как продолжение магазин вот именно но я не знаю вам видно не будет вот может может отсюда постараюсь показать вот внутри сейчас где тут на просвет чем по горке вот видно такая пластиночка как бы и в ней полукруглый вырез вот вот это и есть как бы горка доступного тюнинга по горке идет металлическая горка как тюнинг просто оригинальная пластиковая горка даже в травматах горка не пластиковая они здесь пластик горки используют ну сам пистолет пластиковый о чему говорить причем ну такой своеобразный очень интересно работает предохранитель когда мы соберем я покажу он по-разному работает с взведенным затвором и не еще разная толщина ствола если посмотреть может быть видно здесь пол тоньше проще пол тоньше опять толще давайте я попытаюсь показать вот здесь вот переход видно то есть вот эта часть толстая а вот вот это дальше она уже более тонко вот если будет видно вот здесь вот видно утолщение дальше уже тоньше найдет теперь соберем я покажу нюанс с работой предохранителя они вот это или все-таки приклад сейчас заклада потом заглушка и потом пена ну я думаю вы вы понимаете что прожимается чуть-чуть вот эта заглушка вот так сюда пин или вытягивается или вставляется то есть нужно немножко поджать потом под действием пружины соответственно все отходит назад и я мы таким образом фиксируется там тоже здесь и в не этом толстом выезд такой же как на рукоятке был то есть пружина в обе стороны это контрит и она как бы не разваливается но разбирается как видите без инструмента я обмазался в смогу какую-то что полу предохранителя у нас он сейчас не взойдем и когда мы пытаемся выжать кнопку предохранителя поставить она не доходит до конца да если мы его взведем и выжмем кнопку то видно даже вот шарик вышел гораздо глубже здесь и он полностью утапливается предохранителя вот шарик вылазит а предохранитель работает вот таким вот образом стандартный кнопочный предохранитель на многих системах используется по тюнингу я исследовал вопрос тюнинга этой модели есть компания в америке правда не вспомню название она полный комплект тюнинга из полезного это специальное крепление для коллиматор поскольку если установлен стандартный коллиматор естественно в сложенном виде вы не сможете использовать карабин потому что если сложить мы видим что здесь просто запасово нигде нет ни там где планка пикатинни не не здесь в районе ствольной коробки получается что ты говорил какой то есть который есть вешается сбоку да вот в эти винты есть специальных крепеж для коллиматора он идет под планку пикатинни он складывается на бок когда карабин сложен когда мы раскладываем карабин климатор получается здесь и он так вот защелкивается и все можно работать а система алюминиевая тоже пластиковая алюминий ну либо какой-то металл надо читать из тюнинга что я хотел сделать это все-таки решить вопрос с коллиматором возможно есть какие-то варианты бэмлок что-то поставить под углом чтобы не мешало складываться плюс наверно это протюнить открытые прицельные чтобы им было более удобно пользоваться как бы кому да потому что теряется как бы сама сам смысл складного оружия если ты не можешь на него нормально прицельным поставить потому что вот эти стандартные для быстрой стрельбы но они как бы ну может кто-то конечно научиться очень быстро там со вскидкой стрелять но очень тяжело сюда вложиться и начать стрелять то есть новичку таки подавно и даже профессионал какой-то но ему нужно больше будет навыков а это все равно потеря драгоценных секунд если в соревновании использовать такую штуку на коллиматор конечно решает я вам 100 лет не стрелял с этого с коллиматора взял там в десятку все просто так на носовал носовал и нормально но из этого конечно чуть отдача посильнее будет но тем не менее коллиматором конечно целиться будет намного удобней но я не уверен что даже по 30 градусов нет по 30 станет кстати потому что по 30 он ложится как раз вот в эти пазы и он будет у тебя сбоку кстати надо будет попробовать у меня где-то было крепление если не найдешь я тебе дам попробуешь сам поставить на единственный минус что возможно даже совместим кстати да почему бы и нет просто шокольматор будет аж вот здесь где-то стоять немного дальше да вот получается ты его так раз скину кстати гильзы будут вот так падать далеко не летать гильзы кстати недалеко лет так не не больше метра где-то поэтому принципе такая машинка еще есть что сказать по нему у меня все какого специфического ну в общем ребята пилотный выпуск небольшой то есть подписчик ко мне обратился подписчик зритель обратился сказал я купил вот такой ствол довольно ну скажем не то что редкий а своеобразный поехали постреляем правда собирались наверно сколько недели две или три да ну наконец-то видите собрались и сегодня попробовали постреляли поэтому если у вас будут какие-то вопросы пожелания пишите в комментарии задавайте вопросы ну а мы ждем производителей глушителей и готовы провести тест как кстати на 9 на 21 так и можно какая резьба на точно такая на руке тоже 1 и 2 на 28 по мегаситель перекручивается просто если резьба подходит один в один ну все просто по поднял кашку нужно по сути дела глушитель для 223 подойдет и ну здесь по интеграл просятся сюда конечно красиво чтобы не удлинять потому что все вот эти изыски у нас которые идут это складное оружие и так далее приклады все как бы люди хотят компактное оружие чтобы у них было как для переноски так и не буду дальше распространяться на эту тему в общем все хотят компактного оружия но удобно ну как бы вообще в последневной жизни можно так сказать так что ждем предложение григорий ждет я как бы всегда готов поснимать поучаствовать пострелять на шару так что такое вот все ребята на этом все григорий еще раз спасибо кстати разно кусту первый раз увиделись так пришли постреляли за вами лайки комментарии ну и подписывайтесь на канал всем удачи пока до новых встреч счастливо надо еще на тебя хотя стопе здесь есть патрон а я думал до кончились смотри как кучненько как морской бой играл вроде да вот это первое получается из мелкашки было вот это девятка и вот эти две мелкашка в это я попал в эту что-то не попал я вот мнение ты в это тоже попал попал в поперку тут не видно но тайна то мне будет но конец это пик это подать но это вообще-то проблема вот этих дешевых патронов которые в банках на полуавтоматах так из мелкашки попробовали теперь тоже упражнение 9 на 21 поехали тяжело целиться без коллиматора коллиматора вообще красота особенно на мелкашке надо было взять пару бутылочек у какого и масса и на расстрелять до газировка есть так стреляем девяткой на 30 метров там бутылочка воды глазированной давай посмотрим что получится так 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 Добивай, лежит, добивай ее. Так, что тут у нас? Пробили бутылочку, как раз вот, вот входное на банатве. Вот тут выходное. Ну вот еще одно попадание, тоже когда упало, наверное, вот так аккуратненько выходит оно. В принципе забавная штука, но надо привыкать. Вот. 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 Вот.